Приложить максимум усилий для защиты населенных пунктов Карелии от природных пожаров поручил глава МЧС. Сегодня Евгений Зиничев вместе с руководителем региона совершил облет пострадавших от огня территорий. Всего в республике сейчас действует около 40 очагов. Для их тушения задействованы пожарные поезда, беспилотники, вертолеты, перебрасывают дополнительные силы из других областей. Сложная ситуация и в Якутии. Егор Киселев подробнее. Это просто антики. Руки сейчас сгорят на телефоне. Горячий воздух обжигает. С порывами ветра пламя перескакивает даже через грунтовые дороги. Карелия засуха. Такого лета не было. На памяти моих дедов точно. Главная версия предварительная у лесников, что все-таки это рыбацкие костры на ближайших озерах и ламбушках принесли вот такой вот результат. На отдельных участках карельских трасс видимость не больше пяти метров. Машины вблизи можно распознать лишь по свету фар. Лесные пожары подошли вплотную к двум населенным пунктам. Эвакуировано около 600 местных жителей. Поселок Найстен-Ярви в 80 километрах от границы с Финляндией до сих пор самая горячая точка на карте Карелии. При тушении деревянных построек здесь пострадали трое пожарных. Их экстренно доставили в Петрозаводск. Контролировать ход работ по защите населенных пунктов от природных пожаров в республику прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Задача полностью. Не допустить населения. Сейчас в Карелии действует 39 природных пожаров. К тушению привлечены свыше 700 спасателей и добровольцев. Аэромобильную группировку пополнили специалисты из Архангельской и Мурманской областей. С воздуха сбрасывают воду на горячую кромку и фиксируют точные границы пожара. Сведения оперативно передают бойцам, которые работают на земле. Здесь устраивают встречные палы и валят деревья, чтобы избежать верхового пожара. В Якутии из-за лесных пожаров около полусотни населенных пунктов окутаны едким густым дымом. Для ребенка это... Даже она мне говорит, бабушка, давай закроем окна, а то мне, говорит, трудно дышать, кашель. В республике зарегистрировано около 160 очагов лесных пожаров. Четыре из них действуют на территории национального парка Ленские столбы. Причиной возгорания здесь послужили сухие грозы. Егор Киселев, Никита Возчиков, ТВ-Центр.